Студентка Шадринского государственного педагогического университета стала победителем всероссийского конкурса. Моя законотворческая инициатива – конкурс молодежи образовательных и научных организаций. На очный этап в Москву были приглашены 200 участников со всей страны. Среди них и шадринская студентка. Александра Сосолятина защищала работу по теме «Нормативное обеспечение гражданства как правового института в Российской Федерации». Это были как представители юридических направлений высшего образования студенты. Колледжи по направлению юридическому и школьники старших классов. Но в большинстве своем это были студенты высших учебных заведений. И мы были единственными представителями педагогических вузов, а не юридических, как это было в большинстве своем. Конкурсная работа Александры тесно связана с реализуемыми в настоящее время патриотическими проектами в образовательной среде города Шадринска. Участие в конкурсе было очень волнительным, поскольку это очень высокий уровень. Обычно этот конкурс проходит на базе Государственной Думы, но сейчас в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пришлось перенести немного локацию конкурса. Эксперты были докторами юридических наук, действующими академиками, поэтому также на таком высоком уровне защищать работу было очень тяжело. Но при этом организаторы конкурса, эксперты очень благосклонно к нам отнеслись. На первом этапе конкурса участники готовили научные работы с интересной законодательной инициативой и представляли их экспертному составу жюри. Лучшие работы были представлены на финале конкурса. Вместе с Александрой на конкурс отправилась Наталья Викторовна Сычева и ее научный руководитель. Мы, конечно, были очень рады, что наша работа прошла в финал, работа по нормативно-правовому регулированию Института гражданства в Российской Федерации и с удовольствием представили ее на защите. Вообще идея о гражданстве у нас возникла не случайно. Она связана с тем, что Александра Сосолятина у нас занимается очень активно патриотическими проектами. Кроме того, она является стажером юридической клиники и в последнее время у иностранных студентов все чаще возникают вопросы по приобретению гражданства. Роль научного руководителя при подготовке работы очень важна. Направить студента, вместе проанализировать работы ученых за последние года, помочь и поддержать на протяжении всех этапов конкурса. Моя роль заключалась в том, чтобы, конечно, предложить те поправки, которые будут интересны не только на, так сказать, теоретическом научном уровне, но и чтобы эти поправки, конечно же, прошли дальше и были интересны уже в наших законодательных органах на федеральном уровне. На защите своей работы шадринская студентка доказала важность выбранной темы и ее актуальность для региона. Эксперты конкурса поняли, что это исследование может найти реальное право применения в современной системе. Уже во время защиты мы рассмотрели одно из направлений вместе с экспертами. И нам нужно теперь отрегулировать условия упрощенного порядка вступления граждан из стран СНГ в гражданство Российской Федерации. Ну и победа в конкурсе, во-первых, это вхождение в депутатский резерв Государственной Думы Российской Федерации. Ну и статус, мне кажется, с одной стороны, потому что победа на федеральном уровне в такого рода конкурсе – это достаточно высокая победа, особенно на уровне, например, нашего университета и региона. Заниматься научно-исследовательской работой Александра начала еще на втором курсе. Сейчас у студентки написано уже около 10 статей и исследовательских работ. В подобных конкурсах девушка участвует не в первый раз, но победа на таком масштабном конкурсе стала для нее первой. И когда уже озвучили наши фамилии, мы с Натальей Викторовной находились немножко в шоке. И также, когда по окончанию награждения один из руководителей конкурса попросил нас остаться, сказал, что он, впервые избираясь в Государственную Думу, представлял Курганскую область. Это также было немножко трепетно для нас. Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» проводился в 16-й раз. Победители наградили золотыми знаками отличия депутатский резерв. Это высшая награда конкурса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok